МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На родину Ленина прибывают делегации, в составе которых сразу два заместителя федерального министра. Упускать такой шанс крайне непростительно. Первый Ульяновск посетила Татьяна Яковлева. Интерес гостей вызван реализацией в нашем регионе государственно-частных проектов в профильной сфере на примере Центра кардиохирургии, а также уникального для всех регионов нашей страны пилотного проекта «Открытая реанимация». Он работает на принципе государственно-частного партнерства. Совместное финансирование позволило воплотить проект «Жизнь без задержек и проволочек». Теперь высокотехнологичные операции при сердечно-сосудистых заболеваниях стали доступнее, а главное, сократилось время, требуемое наказанием помощи. По Ульяновску области, если мы будем смотреть структуру смертности, то инсульты, инфаркты, то есть болезни системы кровообращения, вносят аж 54%, по России 48%. И причем это очень много трудоспособного населения. Что главное при оказании помощи при инфаркте-инсульте? Время. Время. Кричо доставки. Оно не должно, так мы и называем, терапевтическое окно. Час. Если ты в течение часа не помог больному, все, он или инвалид, или умеет. Вот это нужно, чтобы в Ульяновской области была доступность и соблюдалось вот это время оказания медицинской помощи. И этот центр эту функцию стал выполнять. И сразу пошло снижение смертности. Это очень важно. Патология сердечно-сосудистой системы – основной профиль работы кардиоцентра. Но с недавнего времени здесь лечат и поражение желчевыводящих путей. Это наружное дренирование у пациентов, у которых вследствие какой-либо патологии происходит сдавление желчевыводящих путей, и развивается механическая желтуха. При помощи наших технологий мы выводим наружу, делаем дополнительный путь оттока. И через некоторое время, через 2-3 недели, после того, как состояние желчевыводящей системы и печени приходят к исходному уровню, также проводится стентирование желчных протоков. Для того, чтобы пациент не ходил с желчеприемником, это не очень удобно, не очень комфортно для пациента. Сегодня все перинатальные центры, отметила Татьяна Яковлева, строятся по аналогичному принципу, с возможностью комфортного пребывания родителей в реанимации вместе с ребенком. Ульяновск же пример того, как можно переформатировать существующие лечебные учреждения, не прося помощи и не дожидаясь иногда долгого строительства новых объектов. А это поликлиника на генерала Мельникова, одна из первых работающих по новому стандарту, принятому в регионе. Психологически комфортная среда, яркие краски, современный стиль и дизайн в оформлении помещений. Помимо доступности медицинской помощи, цель новых стандартов – комфорт для пациентов. Я замечаю, что моему сыну, например, нравится ходить в поликлинику. Если раньше поход в любое лечебное учреждение – это было, можно сказать, пыткой, то здесь у нас с радостью. Мы, если даже приходится немножко, там, минут пять посидеть, подождать свое время приема, то ребенок может посмотреть мультики, он слушает здесь музыку, всегда приятно. Ну и в том числе здесь много, например, уголок развлекательный для детей. Они могут там общаться, разрисовывать разные разукрашки, играть. Ну поэтому, я думаю, что если было бы еще больше таких поликлиник, то это был бы огромный плюс. Пример ульяновских поликлиник такого формата войдет в проект нового стандарта, который федеральное министерство уже разрабатывает для всех лечебных учреждений страны. А ты тоже пришла к врачу, да? Нет, она пришла к врачу. А, ты врачика привела, да? Врачика привела? Да, врачика. Ну нравится вам поликлиник это? Нам нравится. Правда? Нам нравится. А для детей ярко. И это далеко не предел в развитии комфортности медучреждений. Разработанные стандарты продолжают не врядься, постоянно воплощаются в жизнь передовые проекты, благоустройства. Другими словами, вокруг больницы поликлиник начинает формироваться своя особая положительная среда. Мы говорим о том, что и окружающая среда должна быть удобной. И примерно тому парк создан на Льва Толстого. Парк отдыха и реабилитации. Установлены скамейки, установлены красивые топиарные фигуры детские, установлены уличные тренажеры, где дети могут не просто отдыхать, но уже заниматься спортом. Рядом мы планируем установку уже экклюзивной детской игровой площадки, где могут играть не просто здоровые дети, а дети с ограниченными возможностями. Центр кардиохирургии уже работает. Открытая реанимация принимает пациентов. Детские медицинские учреждения постепенно переходят на новые стандарты. Не отстает и Димитровградский высокотехнологичный центр медицинской радиологии. Пучок прошел успешно. Этой фразы сотрудники Федерального центра медицинской радиологии ждали с августа 2009 года, с того самого момента, когда состоялась закладка первого камня в фундамент будущего центра. А раз старт прошел успешно, значит руководители проекта не лукавят, говоря о том, что уже в августе 2017-го начнет свою работу первая операционная, которая до конца года успеет принять около 100 пациентов. Слева находятся 4 лечебных комнаты. Две комнаты от лечебных генов. Одна на голову лучок и одна фиксированная пучок. Две лечебные головы, лечебные, оптимологические заболевания. Соответственно, с каждой комнатой проводит поворот. Пучок продолжает движение напрямую в следующую комнату, либо заворачивается в лечебную. Лечить можно статически одновременно. Всего же медицинское учреждение рассчитано на прием более 20 тысяч пациентов ежегодно. Димитровградский центр медицинской радиологии сегодня чуть ли не единственный в России центр, на площадке которого собраны все самые современные методы диагностики и лечения. А значит, каждый здесь может получить высокотехнологичную, уникальную медицинскую помощь. Сейчас онкология – это не приговор. Сейчас современные методы диагностики позволяют диагностировать заболевания на ранней стадии. А современные методы лечения позволяют полностью излечить человека. Поэтому значение вот этого уникального комплекса, который был создан, конечно же, благодаря только поддержке нашего государства и правительства, оно, ну, мы его сейчас до конца даже оценить не можем. Время покажет, что это уникально. На площадке в Димитровграде создана вся линейка радиационных и ядерных методов лечения. С помощью протонной установки проводится лучевая терапия, позволяющая воздействовать даже на глубоко расположенные опухоли, например, глаза или мозга, которые не поддаются хирургическому скальпелю или иным стандартным методам лечения. В отличие от рентгеновского, она не повреждает ткани головного мозга, например, до опухоли. Внутри опухоли она действует как кумулятивный эффект, то есть она накапливается, уничтожает опухоль за счет физики, за счет энергетики пучка. И после того, как опухоль уничтожена, пучок не прошибает дальше органы и ткани головного мозга, он в опухоли заканчивает свою физическую жизнь. То есть после опухоли он не повреждает все структуры головного мозга. Сегодня в нашей стране насчитывается около 50 тысяч человек, чью опухоль возможно излечить только с применением протонного метода, после которого, что немаловажно, злокачественное образование удаляется полностью и исключается возможность рецидива, ведь кроме самой опухоли уничтожаются и ее метастазы. Открытие Федерального центра медицинской радиологии – это в первую очередь полторы тысячи рабочих мест для местных и приглашенных специалистов. А значит, одна из первостепенных задач – обеспечить их комфортными условиями для жизни. Сейчас мы проводим очень серьезную работу по обеспечению благоприятных условий проживания для будущих работников центра, а также для пациентов и сопровождающих лиц, которые будут пребывать сюда. При поддержке правительства региона под личным контролем губернатора проходит строительство Академгородка. По сути, это новый микрорайон города Демитровграда. За счет регионального бюджета туда были подведены все сети. Ядерная медицина в нашей стране стала объектом государственной поддержки сравнительно недавно. По данным Ассоциации медицинских физиков России, несмотря на активное развитие этой отрасли в последние годы, лишь 10% пациентов, нуждающихся в лучевой диагностике, могут получить помощь. Для лучевой терапии этот показатель еще ниже 3%. Запуск циклотрона и открытие в Демитровграде центра медицинской радиологии сегодня – событие историческое не только для Ульяновской области, но и страны в целом, позволяющие надеяться, что постепенно ситуация начнет выправляться.